Сделали общую коллекцию наших алтайских знаменитостей, чтобы люди знали, какие люди у нас росли и жили на Алтае. Не только кольца и бриллианты, но и трус-балбес бывалый. Многие привыкли, что ювелир создает лишь украшения. Оказалось, не только. Так Петр Вегдер открыл для себя новое направление. Сегодня он создает памятные сувениры. Ювелирные все это колечки, браслетики, это все. Есть такие большие заводы, которые все это делают и конкурировать с ними очень сложно. И вот родилась идея, что нужно сделать, а кого делать у нас? Только наш алтай, чтобы продвигать и просвещать наш алтай. На создание одной фигурки уходит до четырех суток. Сначала идея рождается в голове, затем идет 3D-моделирование, затем воплощается в воски и только после отливается в бронзе, серебре и золоте. Ювелир Петр Вегдер создает красоту уже около 20 лет. У него собственная мастерская. В профессию пришел случайно. Специально этому не учился, просто требовала душа. Чтобы делать радость. Она же всегда, когда что-то делаешь интересное, хорошее, и люди приходят, это видят, они радуются. Ну и ты с ним, как ребенок, радуешься с этим человеком, потому что за то, что просто он счастлив. Ювелир – профессия тонкая и кропотливая. Иногда на создание одного изделия уходит около двух лет. Ведь сначала его нужно элементарно увидеть. Бывает иногда что-то вот как-то раз и появилось, или просто приснилось, а в основном все равно это долго. Вам снятся будущие изделия? Да, бывает, конечно. А как? Потому что над ними же работаешь, думаешь. Петр в буквальном смысле живет на работе. За ювелирным станком он проводит большую часть жизни. Вот и сегодня, в свой профессиональный праздник, будет здесь. Практически дети не видят. Уходишь, спят, просыпаешься, они уже ушли в школу. Хожу, наверное, лет пять без кольца. Просто сломалась уже за столом, потому что всегда что-то делаешь. Два кольца уже просто износились. И кольцо даже не могу себе сделать. Времени на себя практически не остается. Но награда – благодарные клиенты. Кстати, не так давно ювелир сделал памятный подарок знаменитому актеру Владимиру Машкову. Это была статуэтка Гоцмана, героя сериала «Ликвидация», где актер сыграл главную роль. И теперь у Машкова на рабочем столе красуется свой памятный Оскар.